Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси, и так сегодня я хотел бы показать вам довольно добротный бой на среднем танке Объект 432. Данный танк, конечно, восхитительный, я считаю, то есть, несмотря на то, что его понерфили в своё время, он очень комфортный для игры, он универсальный, и действительно до сих пор, я считаю, что имбовый. Ну, не во всех, конечно, характеристиках, но всё-таки по подвижности, бронированию и огневой мощи это весьма опасный танк. И давайте посмотрим, что нас, соответственно, ждёт. Ну и, конечно, не забывайте писать комментарии, так как по-прежнему ещё раз заигрывается золото. Напишите свой комментарий, укажите свой игровой ник, чтобы выиграть голду. Также не забывайте заходить на сайт Водхаб, ежедневно проводятся розыгрыши в разделе бонусов. Также на данном сайте можно выиграть разнообразные и премтанки, и золото. Выиграть довольно-таки просто, в общем-то, если хотите, участвуйте, это позволит вам получить ценные призы. Также на данном сайте, кстати, по моему промокоду даётся дополнительный бонус при пополнении. Всего 60 рублей, и есть шанс выиграть премтехнику восьмого уровня. Итак, давайте смотреть, что же разработчики для нас приготовили. Ну, во-первых, вышел, конечно же, патч новый, и вместе с ним скоро запустятся ранговые бои, а именно с 7 марта. Проделятся они до 21 марта. Это последний сезон ранговых боёв, и вы в них сможете получить китайскую ПТ-САУ 10 уровня, 114 СП-2. Ну, конечно, и в случае, если вы прошлые, соответственно, сезоны пропустили, то, конечно же, получить вы её не сможете. Там нужно определённое количество жетонов. Также в ранговых боях открывается боновый магазин. Можно купить за боны как 3D-стилы, например, для Концепт-1Б, так и танки. Например, Камф Панзер 50 тонн за 5000 бонн, Концепт-1Б за 20000 бонн, Камф Панзер 50 тонн за 20000 бонн, Шермен за 15000 бонн, Шкода Т-45 за 12500 бонн, и также Проджета М40 Мод 65 за 10000 бонн, и также ещё и 3D-стилы придачу. И, конечно же, если у вас останутся жетоны, то есть вы их не потратите, то в таком случае они превратятся в боны. За каждый жетон вам дадут 500 бонн. Также стоит не забывать, что особенно ценные награды, в общем-то, в первых, соответственно, вот этих вот званий, ну то есть в первом продвижении вашем по уровням, там были неплохие награды, вообще отдаются даже серебро вначале, просто за участие, соответственно, в режиме всего лишь там нужно сыграть какое-то количество вэпом 20, если не ошибаюсь. Ну и насчёт рандома. Рандом, как всегда, безумен у нас в игре, это уже давно происходит, возможно, рандом нас подготавливал ко всем этим событиям, которые сейчас происходят, потому что такой же трэш происходит, даже хуже, гораздо хуже, потому что в игре это ещё окей, как-то это можно пережить. Соответственно, кранвагоны заполонили планету, ну, везде они, их просто тьма. Действительно, какое-то неадекватное количество кранвагонов повылазило, но это ещё началось, по-моему, полгода назад, то есть их число росло, а сейчас росло количество кранвагонов до какого-то неадекватного, соответственно, количества, то есть если любую десятку берёшь, не кранвагон, а какого-нибудь тяж, то обязательно попадёшь против команды, в которой как минимум будет 3 кранвагона, это и повезёт, если 3 кранвагона. Обычно их там по 5 штук в каждой команде. Сам поиграл недавно и очень сильно удивился, посмотрел, что происходит, эти кранвагоны, в общем-то, действительно, заполонили планету. Эх, Черчилль третий, да... Много на нём было побед и поражений. С этим Диккер Максом мы фармили кредиты на первую восьмёрку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт Водхаб, ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой, мгновенная отправка призов, промо-коды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Следующая новость заключается в том, что разработчики изменили Т-44-100, то есть убрали все приписки, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдава, Молдавия, наверное, правильно. И, соответственно, теперь одна версия этого танка, это Т-44-100 и игровой. Надеюсь, это не какое-то не подготовление варгейминга к чему-либо и объединению чего-либо. И не, скажем так, некоторая отсылка к будущим событиям. Хотя шутки тут, наверное, излишни. Но в любом случае мы говорим про игру и просто если у вас Т-44-100 какой-либо был, то он просто превратится в игровой, а другой танк у вас заберут. Жалко, конечно, что не оставили старый танк, было бы прикольно. Ну, не знаю, так, чисто для прикола два танка сразу одинаковых и Т-44-100 там игровой и Т-44-100 ну, в общем-то, вашей страны. Далее, что стоит отметить, друзья, ВК-6А5-01-H это у нас новый танк пятого уровня. Тяжелый танк. Конечно, кто скажет, зачем сейчас вообще прям танки низкоуровневые. Ну, обычно их дарят. Соответственно, единственное событие, которое у нас тут предвидится из праздников, это, по-моему, ну, 8 марта, соответственно, это женский праздник. Ну, не думаю, что на женский праздник будут прям танк дарить, хотя, кто знает, Wargaming. Ну, и 9 мая, конечно же, день победы, но до 9 мая еще, ой, как далеко. Дожить бы хотя бы. Ну, а в любом случае, многие, будут рады хоть какому-то подарочку, хоть какому-то позитиву. Явно этот танк готовится как подарок, потому что обычно как раз такие танки, которые в Wargaming, там лежали в запасах, их и дарят игрокам, а что-то годное появляется внезапно, и обычно, соответственно, не сразу об этом люди узнают. В общем, ну, будем ждать, конечно же, соответственно, данного события, когда подарят данный танк. Ну, а также, что нас еще будет ждать в дальнейшем. После ранговых боев, очевидно, что, скорее всего, вернется в линии фронта, ну, потому что ее давно не было, остальной охотник, наверняка уйдет на перезарядку, так скажем, то есть его будут, наверное, чуть-чуть там доделывать, переделывать, а вот линия фронта, я думаю, уже готова. Ну, я думаю, что в течение одного-двух месяцев ее запустят, не позже, потому что все-таки уже боевой пропуск запустили, и под него, конечно, линию фронта, я думаю, тоже уже сделали, но пока еще, конечно, ее нету, так что не смотрите в игре. Так же, конечно, нас будет ждать марафон, что очевидно, потому как, ну, обычно как раз в это время, ну, даже не в марте, наверное, а скорее в апреле или в мае бывает марафон на премтехнику. Восьмого или девятого уровня. Вообще, прошлый марафон вроде был на девятый уровень, а значит, что есть вероятность то, что будет на этот раз восьмерка. Возможно, разработчики чередуют премтехнику. Вот какой танк будет сейчас, конечно, сложно предположить, но варианты еще остаются. Ну, и, конечно, в общем-то, стоит отметить, что сейчас в игре конкретно онлайн-то подосел немножечко, во-первых, сезонность, то есть, все-таки, сами понимаете, уже немножечко теплеет, весна все-таки на дворе, и также, ну, события некоторые такие печальные привели к тому, что, ну, людям не до игры сейчас, многим. Ну, и, соответственно, конечно, и в танках онлайн наверняка снизился, как мне кажется. В общем, будем следить за развитием событий, давайте досмотрим данный бой на танке Объект 430У. Конечно, данный бой для игрока получился очень удачным, мне даже было очень приятно смотреть за тем, как он тут увертывался, как это сказать, как слово неправильное, скорее, как он вертелся и уворачивался от снарядов, от противника со всех сторон. Конечно, один раз он отхватил от Е4, там, конечно, ошибочка была, но в целом действовал он на удивление очень грамотно. Почему на удивление? Потому что, ну, попробуйте действовать хладнокровно в такой ситуации, когда враги со всех сторон и когда нужно принимать молниеносные решения и, ну, в общем-то, не каждый так сможет сделать. Но, в принципе, бой подходит к концу, видимо, потому что оно явное преимущество в команде у игрока и остается только вопрос открытым, кто последний дамаг и фраги заберет себе. Ну, конечно, игрок не прочь еще дамаг нанести, потому что он явно тут возможно рекорд свой показал, а может быть в любом случае хороший бой получился. И получалось забрать Мауса, ну, 11 тысяч там 240 урона вполне хороший результат и бой на этом в принципе и заканчивается. На этом все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, желаю вам удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok